Приветствую вас. Несмотря на то, что ваш вопрос является таким довольно небольшим и узконаправленным, мне представляется возможным и необходимым раскрыть некоторые его детали. Первое. Вы пишите, что уже полгода постоянно сплю. Как только ложился, сразу засыпаю, не могу посмотреть ни один фильм, так как через 5 минут уже сплю. Могу спать по 12-15 часов. Здесь ситуация следующая. Как правило, так будет сон. Но если вы, вот знаете, если вы именно хотите спать, то это всегда избегательно. Это избегание в мир снаф, в мир иллюзий, потому что в реальном мире плохо вам. Либо плохо, либо есть какая-то серость, есть какая-то неудовлетворенность. В общем, есть что-то негативное в реальном мире для вас. И вот это что-то негативное в реальном мире для вас, оно и стимулирует вас к тому, чтобы убегать. Вы говорите, что я не могу посмотреть ни один фильм, так как через 5 минут уже сплю. Ну, лично предположить, что если вы смотрите фильм, то для этого нужно, ну, как минимум, несколько условий. Как минимум. Первое условие – это интересный фильм. То есть фильм возьмите интересный. Вам действительно должно быть интересно его посмотреть. Второе – это то, что вам нужно находиться в положении при просмотре фильма, активно. То есть не лежать, не быть полностью расслабленным. Скорее сидеть. Вот. Это вот что-то касается фильмов, да. Ну, про засыпание я сказал. То есть засыпание – это может быть следствием вот таких вещей. Засыпание может быть следствием не только избегания, но и депрессивного состояния. Про депрессивное состояние я хотел бы сказать, значит, в контексте вашего дальнейшего текста, вашей второй строчки, где вы пишете, что последние две недели – полное безразличие ко всему. Это, опять же, проявление депрессивного состояния. Что такое депрессивное состояние или депрессия? Не нужно думать, что депрессивное состояние – это то же самое, что депрессия. Депрессивное состояние – это временное подавление, а депрессия – это подавление хроническое, которое является болезнью. Но у обоих этих состояний есть одна общая черта. Это подавление извне человека. То есть вы подавляете себя тем, что вы должны, тем, что вы обязаны, тем, что вы должны сделать для кого-то, и абсолютно игнорируете то, чего вы хотите. Абсолютно. Ну, в вашем случае ситуация может быть еще и такой, что вы, например, в ребенка, которого потеряли, вкладывали очень много значений. То есть он для вас был очень важен. Либо через ребенка вы хотели получить что-то для себя. Ну, я не знаю, может быть, лучший социальный статус, может быть, что-то еще, может быть, полноту, а может быть, вы, полноту жизни, я имею в виду, а может быть, вы хотели, хотели и хотите что-то еще через ребенка для себя приобрести. Что именно нужно разбираться? То есть ребенок, да, вы потеряли ребенка, да, это неприятно, это очень ужасно, но необходимо понимать, что при беременности такое может быть. Необходимо понимать, что если вы потеряли ребенка, то для самого ребенка это хорошо, потому что если вы находились в таком вот состоянии, что вы могли потерять ребенка, и вы потеряли его, то если бы ребенок родился, то, скорее всего, он бы очень был болезненным. И, вероятно, ему было бы тяжело, он бы страдал. Вот. То есть здесь я считаю, что природа сама как бы не решает, а отбирает, кому рождался, кому нет. Силу вот именно таких вот моментов. Да, то есть если ребенок был настолько срав, например, что вы его потеряли, или, например, у вас была настолько нездоровая, ну, среда в организме, или вы были нездоровы, или еще что-то было, что вы его потеряли. То для ребенка это только плюс. То есть вопрос в том, как вы относитесь к тому, что вы потеряли своего ребенка, но иногда безразличие возникает из-за того, что вы все свои желания сконцентрировали на этом ребенке. То есть, по сути, растворились в нем, слились с ним, разрушили границы между ним и собой. Добавить эти границы, ну, не обряд ли восстанавливать, и над своими желаниями, и над своими попрестностями работать. Именно вот, вспоминать, чего вы хотели, чего джигали, и что сейчас вам мешает эти желания реализовывать. Когда кто-то что-то просит, меня раздражает, грубо, отвечаю, злюсь. Ну, смотрите, у этого симптома, у этого признака есть много причин. Я предлагаю вам просто отследить эмоциональный фон, да, отследить эмоциональный след от вашего раздражения и злости. То есть, к чему восходит эмоциональный след? Если его отследить дальше, к чему он придет, к какому конфликту, какие ассоциации возникают у вас в результате вот раздражения и злости. Понимаете ли вы, что вы переносите на тех, кто вас абсолютно бросит, свои чувства, и что ваши чувства связаны с вами. Ну, да, с обидами, с конфликтами, с раздражением, но это все ваши чувства. Как бы другие люди не несут за это ответственностью, если только кто-то из них не подподобствовал тому, что вы потеряли ребенка. Сейчас внешний вид стал уставшим, все спрашивают, что случилось, что выглядел плохо. Ну, вот надо сказать, что то, что вам говорят, что случилось, и что вы выглядите плохо, это не очень хороший знак. Потому что, ну, вряд ли люди, я понимаю, что люди пытаются заботиться о вас, но, знаете, это не приносит того эффекта, который должно. Ну, так сказать, что люди просто испытывают, вероятно, неприятное ощущение от того, что рядом с ними вы, которые уставшие. То есть они могут отчеркивать свою вину за это. Ну, вам нужно понять, что именно у вас отнимает силы. И когда, например, вы говорите, что вы выглядите плохо, то как именно плохо вы выглядите? Может быть, после потери ребенка у вас что-то в организме осталось, что отравляет вас? Может быть, вы из-за внутренней борьбы так плохо выглядите? Может быть, что-то еще? Тут нужно выяснять. При этом я не пытаюсь, я пытаюсь не парить духом, наставляю себя что-то делать, но вставлять не нужно. Не думать о плохом, о плохом подумать, как граффити стоит. От этого не нужно бежать. Это нужно, наоборот, принять. Это нужно, наоборот, пережить. Это нужно разложить, переструктурировать. Потому что плохое – это только оценочное суждение, по сути. Это плохо для вас. Но если это плохо для вас, то именно вы, ваше желание, ваша реакция определяет, что плохо, а все хорошо. И, соответственно, ваши реакции и ваше желание можно подкорректировать так, чтобы это перестало быть плохим. Но для этого нужно увидеть всю картину целиком. Опять же, здесь есть небольшое противоречие, что вот вы пишете, что отпустили ситуацию с ребенком, не думайте о ней, но при этом говорите о том, что старайтесь не думать о плохом. А что же тогда? Что плохого тогда? Если вы говорите, что других причин не было на земле, то есть противоречие. Я потерял ребенка, когда ситуация отпустила, и я об этом не думаю, но в то же время я доставляю с себя что-то делать и не думать о плохом. Значит, если я не буду заставлять себя не думать о плохом, то я буду думать о плохом. А о чем плохом я буду думать? Ощущение, что... Ага, значит, становится только хуже. Что именно? Подозреваю, что это может быть апатия, но как-то с ней справиться не знаю. Не надо справляться. Апатия это результат оказывания давления на вас в соотношении внешнего мира, как правило, в разных направлениях. То есть это несколько центробежных сил, которые разрывают вас. Апатия это защитный механизм. Вам нужно определиться, что за полюса, эпицентры сил оказывают на вас влияние, и определить свое место в этих самых обстоятельствах. Тогда апатии просто будет не за чем быть. Так, причина, возможно, в том, что полгода назад я потерял ребенка, будучи беременным. А как потеряли в результате, чего потеряли, что это было, как вы это восприняли? А я отпустил эту ситуацию. Как? Как вы можете отпустить эту ситуацию? Вы знаете, как отпускать эту ситуацию. Не думаю об этом. Ну, то, что вы не думаете, это не означает, что... этого нет. Моя подпознание осталось. Не могло не остаться, скорее всего. Сейчас меня это не волнует, по крайней мере, я не вспоминаю об этом. Других причин не было. Ну, знаете, вас не волнует, потому что вас ничего не волнует. Я бы не верил тому, что вы говорите, да, я не верил бы тому, что вы пишете, потому что в виду различия у вас вообще ко всему плюс вы много спите. Так что я думаю, что в виду нужно разбираться. Вот просто всю историю, начиная с беременности вашей, именно беременности вашей, а возможно даже и еще раньше, до беременности, вот, все это нужно анализировать. И вот где-то в этой истории есть ваше отклонение, есть ваша ловушка, специальная ловушка для вас, которая была выстроена либо родительским сценарием, ну, скорее всего, родительским сценарием, либо какими-либо, какими-то обстоятельствами случайными и вашей непредготовленностью к ним. Вот. То есть были какие-то обстоятельства, к которым вы просто-напросто не были подготовлены, либо никогда не встречались с ними, и у вас нет опыта взаимодействия в таких условиях, ну, у вас нет опыта поведения в таких условиях, вот. Либо вы просто обладаете неверными установками, которые некорректно, деструктивно интерпретируют эту ситуацию для вас. Вот. Нужно разбираться. Ваш запрос, как справиться с апатией. Да, именно запрос. То есть вопроса вы не задаете вообще, хотя он нужен. Запрос в том, чтобы справиться с апатией. Хорошо. Для того, чтобы справиться с апатией, нужно сделать то, о чем я говорил. То есть какие силы на вас оказывают влияние. Просто подумайте. Подумайте о том, что вы должны по мнению одних, что вы должны по мнению других. Подумайте, чего вы хотите сейчас, что для вас важно сейчас. Иногда бывает так, что после серьезного переживания люди чувствуют, что окружающие их не понимают. Они как бы вырастают, ну, они меняются, да. Потрясения, переживания людей меняют. А окружающие остаются теми же. И, возможно, это одна из причин. Вы не чувствуете, что люди, с которыми вы живете, они с вами. Вы не чувствуете, что они находятся на одной волне с вами. Вы чувствуете, что они вас не понимают. Причем, заметьте, именно не понимают. Они могут быть не согласны с тем, что вы делаете, с тем, что вы хотите. Вопрос именно о понимании. То есть о вашем чувстве, что то, что вы испытываете, находит отклик у других людей. Это не жаловь, это не сострадание и даже необязательное сочувствие. Скорее, просто эмпатия. Эмпатия. То есть понимание, да, вот я понимаю тебя, вот я способен понять, что с тобой происходит. Ну вот. То есть, думаю, так можно ответить на ваш вопрос. Ну и, собственно говоря, конечно, интересный момент, почему у вас есть время на то, чтобы спать, да, то есть, так долго, что вы не работаете, не учитесь, то есть вам нужно вот, вам нужно не расставлять себя что-то делать, а вам нужно скорее активно в социальную жизнь включаться. Вы стойтесь на работу, в лейте в коллектив. Это будет гораздо лучше для вас. Ну и, конечно, работа с психологом, безусловно, нужна. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...